вот на такой коньяк прислал нам целевой донат дмитрий за что вам большое спасибо и сказал что это надо искать пятерочки как казалось в краснодаре это непросто нашел я наверно в пятерочке десятой популярный коньяк раскупили ну да и это неудивительно потому что бутылка смотрится красиво начнем с того что его нет на сайте производитель то есть видимо это заказ и спец розлив от пятерочки хотя наверное надо сначала налить давайте наливать и обсуждать дизайн что собственно я хотел сказать эта бутылка выглядит не так позорно как обычно выглядят прошанские бутылки ведь прошанские бутылки выглядят дико и даже которые более-менее издали смотрится нормально стоит подойти к ней поближе тут же видны какие-то пузыри дырки непрокрасы они кстати даже гипсовые бутылки умудряются делать а тут мы видим довольно симпатичную бутылку мало того опытный глаз любителя дистиллятов думаю уже заметил бутылку которую можно встретить на дорогих релизах тилинга и фанагории но она 05 там у них на 07 а тут 05 и точно также пробку которую можно заметить похожую пробку на релизах арарат это на ири и васпуракан но опять-таки пробка только похоже на них потому что стоит ее вытащить что кстати что кстати довольно сложно сделать особенно если у вас импровизированный стол на мангале вот она там все пустое это просто пластмасска и это тоже пластмасска которая очень твердая с дыркой можно так постучать ей и все такое но печать до надписи не размытые вот для прощана уже как бы подвиг давайте наливать пробка сложная продолжаем докапываться к дизайну вот это все наклейка то есть можно отодрать этого фрунзика отсюда я можно переклеить его да куда-нибудь мне нравится сингл каск кстати номер 0091 limited релиз для пятерочки коньяк армянский марочный старый кс фрунзик макратычан выдержка 10 лет состав коньячные дистиллята из винограда сорта кангун моносорт вода подготовленная сахарный сироп пищевая добавка краситель сахарный колер один простой пустоту прощанский коньячный завод итак мы открывали его на стриме и он произвел неоднозначное впечатление кстати дату на прочитать дата розлива по-русски написано 22 11 22 красивая дата итак при открытии на стриме он произвел неоднозначное впечатление вроде как и пить можно но вроде как и не особо-то хочется цвет красивый порошанские коньяки как правило темные и этот не исключение темный красноватый похоже на черный чай давайте нюхать и первое впечатление порошанский коньяк это шоколад это вишня кто-то говорит что это гранат вот я услышу вишню а не гранат ты слышишь тут гранат ну-ка ты сказал то слышу да на стриме просто народ писал что мол гранатом это пахнет ну хрен его знает но если бы не сказали я может быть и подумала что это вишня я слышу некую вишневость и травянистость много травы и вот даже я не пойму это бальзамичные ноты но очень слабые или все-таки это лучше назвать травянистостью ты к чему склоняешься я к травянистости к травянистости может поэтому и гранат что какие-то вишневые не до рост до оттенки с травой они перегородки гранатовые напоминают ну может быть может и гранат все-таки мне больше вишни напоминает причем вот ты сказала гранат с перегородками а я скажу вишня с черенком вишневым вот если погрызть вишневый черенок вот размять вишневые листья в руках ну такой аромат травянистая часть вишни то есть в принципе аромат неплох и какого-то отторжения не вызывает но узнается прошенский коньяк по вот этому вот дешевому молочному шоколаду то есть какой-то такой какая-то такая пошлая ванилька дешевая шоколадка но ничего криминального тоже тут нет кстати стоит он 1000 рублей и это акции давайте пробовать сладко мягко даже на первом глотке любители прошана но вы все это любите вы все это знаете и любите что мне вам рассказывать наверняка вам он понравится дофига шоколада во вкусе вот это вот дешевого да как бы нормально как бы пить можно я вспоминаю прочие вот сейчас перебираю да в голове прочие прощанские коньяки что я пробовал не пытаюсь его сравнить в основном я пробовал восьмилетки потому что прощан они специалисты по восьмилеткам я кстати пока на сайте искал этот коньяк обнаружил что только на сайте где он отсутствует есть одиннадцать десятилеток одиннадцать десятилеток блин у кого еще из производителей дистиллятов на этой планете может быть одиннадцать десятилеток не считая релизы которых на сайте нет так вот вспоминая восьмерки которые я пробовал например прадед на мой взгляд хуже гораздо например какая там армянская крепость которая в магните продается по моему хуже да пожалуй похуже а вот прощан восемь на котором латинице написано прощан восемь такая вот бомбочка хоть по дизайну она и хуже и там вот эта залипушная золотая фигня и пробка которая развалилась но мне кажется что он более интересный при этом восьмилетний а чаренс сколько летний а чаренс десятилетка мне кажется этот лучше чем чаренс там был белесый шоколад какой-то а нет там не белесый там был этот турецкий че какой-то такой но тоже дешевый шоколад вот этот самый вот этот самый шоколад там и был не там он с оттеночком да не знаю но это вот прощанский вкус типичный на мой взгляд мягко сладенько довольно много дерева тут я слышал сомнения по-моему даже на стриме нам писали когда мы его открывали что мол если тут 10 лет ну как бы дерево дофига да есть тут 10 лет да у них стиль такой просто тут не только листья и черенки от вишни за счет ствол видимо вишневый погрызенный вишневая камень да наверное да кстати хотя может это ствол граната мы же его не кусали да я только вишневую камень ел гранат его ни разу у нас был гранат недалеко но была зима холодная он помер и камеди на нем не было особенно на послевкусии вылазит вот это обилие дерева так он деревянненький да и у вас древесно-шоколадный вот этот послевкусие остается на зубах можно сказать остается древесно-шоколадное ощущение и шоколад вроде бы как дешевая молочная плитка какая-то да но вот это горечь его уже переводят куда-то короче как будто бы ты заточил одновременно и молочную шоколадку и горькую вот это сочетание такое выходит бутербродом сложил да 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 короче пить можно ничего криминального в нем нет но это не моя стилистика не люблю я прощан если восьмерка мне все-таки понравилась она вот какая-то восьмерка прощан на которой написано латиницей да она вот не совсем похожа на все остальное что я у них пробовал а вот этот чувак прям ну похож это прощан такой типичный да казалось бы то что называется как называется фирменная линейка да именно фирменная линейка она должна быть типичной но она как раз таки наоборот больше похожа на остальные коньяки да можно сказать даже где-то ближе карарату она может быть а тут же такой вот прощан прощанович поэтому любители прощана вы не разочаруетесь не любители прощана такие как я ну смотря на сколько вы не любители может быть разочаруетесь а может быть скажете ну в принципе я ожидал это услышать нормально в общем тысяча рублей да я бы его не покупал за эти деньги за эти деньги я бы купил фанагорию квинт ккз да ту же лесгин куда хоть она сейчас и больше похоже на чаще чем на коньяк но я бы предпочел дкк конечно же в общем вот эти вот все ребята на мой взгляд интереснее при этом еще и дешевле ну да нет такой помпезной бутылки очень похожий на тилинг но мы же коньяк все-таки покупаем да кола что кола все-таки все-таки все все хранить все все